Микрофинансовым и коллекторским организациям предлагают прощать кредиты населению. Для этого доходы компании на время освободят от налогов. Эти и другие поправки налоговое законодательство сегодня рассмотрели в Можилисе. Теперь прочих предложений освобождение от пошлин на детские выплаты, продажу и единовременных пособий при выходе на пенсию. Подробности расскажет Алина Бржанова. В Можилис снова вернулся законопроект о выплатах детям из Нацфонда. Неделю назад депутаты Верхней Палаты не согласились с некоторыми пунктами документа. К примеру, сенаторы предложили предусмотреть конвертацию для выплат по курсу на момент перевода средств. Поправки не меняют концептуальных положений закона, отмечают можилисмены. Они одобрили изменения, а документ направили на подпись президенту. Внесено 10 поправок. Из них 5 поправок редакционно уточняющего характера, 5 поправок юридического характера, предусматривающие приведения в соответствии с отдельными законодательными актами. Кроме того, сегодня можилисмены предложили освободить этот вид накоплений от налогов. Соответствующую поправку депутаты внесли в законопроект по вопросам налогообложения. Вместе с тем предлагается освободить от госпошлин доходы физлиц от продажи парковочных мест, а также единовременные выплаты при выходе на пенсию. По теории общественного договора, обязательные платежи – это вид налога. Так вот, налогообложение того, что является так налогом, это налог на налог. Это с точки зрения философии отношений между гражданином и государством неправильно. Поэтому мы считаем, что раз человека обязывают 10% от его зарплаты отчислять на этот счет, на этот фонд, этот фонд десятками лет эти средства используют, то совесть этого человека перед государством, перед экономикой чиста. Также в списке предлагаемых поправок – дифференцирование налоговых льгот в специальных экономических и индустриальных зонах, годовая отсрочка на оплату госпошлины и прощение долгов микрофинансовыми организациями. Для этого их доходы, возникающие при списании, предлагают на три года освободить от налогообложения. Поставили точку и в вопросе транспортного налога. Ранее обсуждался вариант его переноса в стоимость акциза на бензин. Все уже, транспортный налог не обсуждается, он остается. Обсудили в Можилисе и концепцию нового налогового кодекса. Документ пока на стадии разработки, но должен вступить в силу с января 2025 года. По словам министра нацэкономики, он будет основан на принципах расширения налогооблагаемой базы, повышения открытости и прозрачности, а также соответствия международным стандартам. Мы планируем вводить НДС, повышение НДС. Это есть на той определенной причины, что мы сейчас обсуждаем. Причем это может быть и в том числе дифференцированный НДС. Также мы анализируем ряд льгот, которые многие из них неэффективны. Введение налога на роскошь. И в целом мы планируем облегчить налоговый кодекс как для налогоплательщиков, так и для сбора налогов для органов госдоходов. Также в планах внедрения прогрессивного индивидуального подоходного налога, повышение ставки акцизов на пивоваренную продукцию и упрощение процесса сдачи налоговой отчетности. В частности, населению не нужно будет предоставлять информацию, которую налоговые органы могут получить из доступных баз данных самостоятельно.